Старшая дочь Путина Разводится с мужем иностранцем Из-за санкций против РФ И вот пишут, что информация Не подтверждена Подтверждать Так понятно, что это 100% Ну что же, вот этой Йорит Фаасан Будет на ней женат Он бизнесом занимается Крадет российские деньги Занимается нефтью, газом Хер знает еще чем Занимается Интегрирован в западное общество Голландец Подданный голландский Нидерланд Чисто формально Даже с ней разведется Даже если у него Как бы чувства сохранились А если не сохранились То сейчас Рога Заспал скажет Давай чисто формально Рога Заспал Ну а что ей 36 лет Она не красавица Хороший повод Свалить Ну что я хочу сказать Всем Йоритам Фаасан Когда вы вместе с Путиным Грабили Россию Вас все устраивало Когда вы женились На путинских дочках В надежде грабить Россию Вас все устраивало Сейчас вы убежали И думаете Вам еще не будет Вам будет очень дохера Не меньше Чем всем вот этим Олигархам Российским Мне вообще похер Какой у вас паспорт Не похер На каком языке Вы говорите Не похер На какой вы национальности Главное Что вы враг России Главное Что вы грабили Россию И помогали грабить И уничтожать Россию А это страшное преступление Мы вас не простим Никогда Странные ребята Они думают Они убегут в Израиль Они убегут в Голландию Еще куда-то И все будет нормально Что-то Не будет Не будет На Северном флоте Пишут Из выделенного Одного миллиарда рублей На обслуживание Капитальный ремонт Зенитных ракетных комплексов Кинжал Ураган Крепость Были украдены 692 Но около 70% Но это обычно Для армии Я помню Я разговаривал С аудитором Счетной палаты В свое время По поводу Доклада Доклада О уничтожении Химического оружия То есть Ну Мы потребовали Чтобы там Провели аудит Выяснили Сколько денег Украли По программе Уничтожения Химического оружия В России Можешь себе представить И я разговариваю Я говорю Ты мне пришли Пожалуйста Этот доклад Говорит Нет Он секрет Я не могу Тебе его прислать Я говорю Понятно Ну и потом Смотрю Чего-то Человек замялся Что хочет спросить Он говорит Как думаешь Сколько денег А там какие-то Триллионы были Сколько денег Украли В процентном отношении Ну процентов Семьдесят Он как Начал Жрать Говорит Ну ты Говорит Хохмач Восемьдесят пять Или там Восемьдесят Вот такое Он назвал Так и здесь Видите Только около Семидесяти процентов Чего-то Маловато И Кто Этим занимался Еще раз Вот эта дама Которая Занималась Всеми Финансами Министерства Обороны То есть Если где-то Спиздили Хоть копейку Это не без Ее участия Вот этой Шевцовой И она там Занималась Этими делами Десять лет Можете себе представить Десять лет Генерал армии Маршал рода войск Генерал финансов Да И Саратская Нефтегазовая Компания Диал Альянс Аффилированная С Аркадием Абрамовичем То есть Сынку принадлежит Перешла Под контроль Подмосковный Сигма Энерджи То есть Вова Я так понимаю Сбросил Российский Актив Незамедлительно Ой Вова Рома Да И Я так понимаю Что Деньги то Откуда взяли Чтобы Ему за этот Актив заплатить Наверное Нас с вами Забрали Наверное Деньги пошли Из бюджета Из кубышки Какой нибудь И так далее И вот Пишут что Путин лично Одобрил Участие Абрамовича В переговорах С Украиной И пишет Фанэшл Таймс И вот когда пишут Такое Я честно говоря Удивляюсь Они с Путиным Связывались Фанэшл Таймс Позвонил Владимир Владимирович Это вы Здравствуйте А вы как Лично одобрили Участие Рома Абрамовича Или может Рома Абрамович Позвонил Фанэшл Таймс Сказал Я Рома Абрамович Здравствуйте Лично Владимир Владимирович Одобрил Мое участие Откуда Они это Знают Это может быть Только в виде Предположения Либо Соткоп Абрамовича И то и другое Я думаю Может быть Неправда Да Ну потому что Как мы Слышали вчера В Кремле Сказали И сказал Никто иной Как Песков Что на начальном Этапе Абрамович Принимал участие А теперь Азеленский Попросил У Байдена Снять Собрамовича Санкции Уже после Так что Интересная Ситуация Вот тут Клишес Не увидел Юридической Возможности Вернуть Смертную Казнь А им нужна Юридическая Возможность Что ли Они и так Все делали Я думал Что смертную Казнь Все равно Вернуть У них нет Выхода И это Хорошо Потому что Они нам Развернут руки Представляете Если мы Вернемся А смертная Казнь Не будет Введена Будет плохо То есть Нам придется Сами Вводить Смертную Казнь Такой Грех На себя Брать Было бы Проще Если бы Они ее Вели И их же Руками Зачищали И они же Были Палачами Судьями Следователями И всеми Вообще Без проблем Тогда у нас Вообще вопросов Не было Никаких Я хочу Освободить Россию От этого Креста Чтобы на ней Не было Креста Кровавого Понимаете Мы возвращаемся Смертной Смертной Казни Есть Все эти Клишесы Есть Вот так Стоят Ну кто не успел Убежать Конечно И все Мы сажаем Тут вот Лебедев сидит Главный Судья Тут поменьше Судья И все И вот так По конвейеру Тук-тук-тук Этот Этого Осудил Этого 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 И все Нахер 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 Стоит Стопор Чук 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 Все Утилизировали Ну утилизация Это От От слова Польза Да То есть Ну какая Ну может быть Есть польза От того Что Убьют Да Наверное Есть Вот И все А нам какие К нам претензии Мы судили Нет Мы казнили Нет Нам К нам какие претензии Они сами себя судили Сами себя казнили Ну что ж Бывает Они и при Путине Себя Очень странно Вели Я думаю Что Именно так И мы и должны Поступить И не надо рваться Когда там Рвутся кто-то Из наших соратников Да Если мы их Сейчас там Всех Наков Посадим Найдутся без вас Кто будет Наков Сажать Еще Очень будут Вот эти клиши Состроиться Как друг друга Наков Посадить Федеральное Антимонопольное Агентство Предложило Наказывать За спекуляцию Всех участников Рынка Какого рынка Они Сенова Имеют ввиду Или пешки Да В Сарапии Я думаю Что те Которые Возят Сейчас На рынке Таком Глобальном Всякие Монопольные Правила Да Они С этим фасом Очень хорошо Расперутся Да Они скажут Путинцам Фас И те этот фас Раком Поставят Поэтому Херня Все это Полнейшее Спекулянтов Будут наказывать Только таких Вот Кто там Сахаром Спекулирует Умер В зоопарке Тигр По имени Путин В зоопарке Миннесоты Амовский Тигр По кличке По кличке Мне кажется Это кличка Уовы А у тигра Скорее Имя Кому-то В голову Пришло Назвать Бедное Животное Таким Поганым Именем И вот Он Недолго Прожил Я так Понимаю Что умер Он во время Пишут Во время Сердечного Приступа От Сердечного Приступа Во время Плановой Медицинской Процедуры Но вы понимаете Что Плановая Медицинская Процедура Делается Под наркозом Это фига Он может Что-нибудь Откусить Из ненужного Да Поэтому Сделали Наркоз И вероятно Он не вышел Из-под наркоза Вот интересно Как Путин Сдохнет Настоящий Выйдет ли он Из-под наркоза Если ему дадут И вообще Согласится ли он На операцию Под наркозом Вот как Боря Ельцин Я все время Думал Помните Там Дебейка И Акачурин Ой Акчурин Врачи Оперировали Борю Ельцина А мы Шутку Их называли Добейка И Акачурин Да Вот Вот эти Добейка И Акачурин Отключали Сердце Ельцину Чтобы там Фунты Вставлять И так далее Вот интересно Путин Подписался Чтобы ему Отключили Сердце Я думаю Что нет Сказал Вы параллельно Включайте Одно Чтобы работало Да Вот Да Одновременно Да Потом сможете Какое-то из них Выключить Тигр Да ну нафиг Жалко тигра Не вынес Такого груза Конечно Это же Так назвать Зверюшку Это же ужас Какой Зверюшка 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 Продолжение следует...